О конкурсе, как говорится, из первых уст узнали учащиеся Верхнебоскунчакской средней школы номер 12. Мальчишек и девчонок разного возраста объединяет одно желание – творить прекрасное. Площадок для этого немало, в их числе театральное, спортивное. Есть в школе и волонтерское движение, в рамках которого ребята бывают в местном детском саду, показывают малышам театральные постановки. Теперь появилась возможность влиться в еще один прекрасный проект – районный конкурс «Юный тележурналист». Рассказать есть о чем. Не за горами 9 мая. Для жителей Верхнего Боскунчака праздник особый. Железная дорога в годы войны была стратегическим объектом. На фронт шли составы с горючим и боеприпасами. Жители села берегут эту память. Впрочем, не только о том, что было. Поведать можно о том, что есть. Красота родного края, родные люди, лучшие друзья. Школьная жизнь разная, яркая, неповторимая. За ту же перемену хватай ее и в кадр. И самим работать интересно, и другим рассказать любопытно. Чем живешь, молодежь, покажи. Тем у нас достаточно много. У нас школьная жизнь очень насыщенная. Каждый день проходят какие-то мероприятия. Сегодня, например, очень насыщенный день. Четыре мероприятия, в том числе и вы приехали. Были выступления. С нашим учителем физры мы ездили. В Ахтубинск также выступаем. Пытались занять места. Были конкурсы интересные, но старались выигрывать. У меня есть собственный канал на Ютьюбе. То есть каждый день монтирую. Знаю, как, например, склеить кусочки, чтобы был плавный переход. Ну и думаю, тоже поучаствовать в конкурсе. Ну что ж, тематики хватает. Главное – от слов к делу перейти. Первые ласточки уже прилетели к организаторам конкурса. Они просматривают материал. Ну а к радости тех, кто не укладывается в намеченные сроки, продлевают время для вступления в конкурс. К нам поступают на конкурс работы ребят города Ахтубинска и Ахтубинского района. И хочется сказать, что так как это наш внутренний конкурс, то мы решили продлить сроки приема работ, так как конкурс только начал свою работу. И все-таки идет учебный процесс, идет подготовка к экзаменам. Поэтому, учитывая все вот эти тонкости, мы решили продлить еще на месяц, на полтора сроки приема работы. Желательно, конечно, как по положению конкурса, чтобы работы были не более 10 минут. А что касается тематики, конечно, это должны быть жизнь и проблемы, и события города Ахтубинска и Ахтубинского района. Заявки на участие в конкурсе можно прислать на электронную почту киносети или принести прямо в кинотеатр «Победу» в методический отдел. Их можно даже оставить в билетной кассе. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Евгений Еловенко. Ахтубинск ТВ.